Тебе не нравится качать долго танки? Тогда по ссылке в описании ты можешь приобрести набор Zulu или старые наборы Twitch Prime и здесь есть 20 задач на x5 опыта. Это очень жирная штука, рекомендую, помимо этого тебе еще дадут премиум танк 8 уровня 50TP прототип в аренду на 14 дней и ты его потом сможешь купить. То есть этот танк вообще редкость, он редко продавался и его можно будет купить после того как закончится аренда. А также есть старые пакеты там Майк, Лима, там тоже здесь вот можно все посмотреть по ссылке в описании можешь переходить. Тут и Лима есть, тут и командиры, разные танчики, стили. В общем очень много всего, инструкция простая, очень быстро делается. Переходи по ссылке в описании. В этом видео, как и в других ежедневных видосах, мы разыгрываем три приза по 1000 голды. Все что нужно сделать это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментарии небольшое предложение, где в конце указать свой игровой никнейм. А вот победители за вчерашний день. Приветствую всех друзья, мы сегодня посмотрим с вами на ТВП Т-5051. Хороший сочный бой на этой СТ-шке чешской, которая в последнее время стала не так популярна, не так актуальна, не так интересна, не знаю почему. Возможно из-за ведения той же самой прожетки, возможно еще из-за чего-то, но на этой машине сейчас играют реже, чем раньше. Хотя я вот недавно сыграл на ней несколько боев и машина реально интересная. Это ты ни на одном другом танке не получаешь вот этот вот супер быстрый барабан, все же та же самая прожета. Да, там пушка комфортнее, там альфа побольше, там дозарядка и прочее, но здесь ты очень быстро, за 4,5 секунды ты раздаешь 4 снаряда и больше 1000 сносишь с противника. Это прикольно, это интересно, плюс он динамичный достаточно, 60 км в час гоняет. В общем надо, наверное, отдельный стремец на этой машине делать, потому что реально про эту тачку забыли, про этот геймплей немного забыли и можно немного вспомнить. Машина реально интересная. Про машину немножко поговорили, давайте посмотрим на сам бой. Зохан 61 играет у нас на ТВП и занимает какие-то супер странные позиции для меня, по крайней мере. Никогда я сюда не ездил, на этот центр в начале боя. Понятное дело, для чего он сюда поехал, там просветить перекатку. Кстати, с выстрелами, ну, немножко медлит, немножко медлит, как-то поздновато выстреливает, на мой взгляд, не знаю почему. Но, тем не менее, косарь урона настрелял, барабанчик раздал, вот, и теперь высвечивает дальше периодически проезды. Не знаю, тоже, опять-таки, он же сейчас не светился вроде бы, да? Он же не светился, зачем-то назад сильно отъехал, хотя мог бы ту же самую бабаху светить для союзников. И бабаха сейчас, смотрите, она на острове под нас подставляется. Вот здесь немного поторопился со снарядом, просто вот так еще камерой делает, то в снайперском, то не в снайперском, очень жестко как-то стреляет, непонятно. Но, по-моему, все четыре зашли, блайн тоже должен был зайти. Один момент, не понимаю, почему он до сих пор находится здесь, потому что центр прорвали, и уже пора уезжать. Но он все-таки хочет, наверное, бабаху добить, либо будет дальше по острову. Посмотрите, да, там целая толпа, там две прогеты, 277, 430, 140, хэвик, короче, целая толпа танков едет. У нас, конечно, прогета, якпанзер и кто там еще, бабаха, по-моему, будут пытаться это все дело дефить, но не особо, наверное, будет получаться. Все-таки там огромнейшая толпа, там барабаны, там мощные танчики, это будет сложно. Приезжает сюда помочь союзникам додавить этот фланг как можно быстрее, дает отлично в каточек. Здесь вот можно было бы досводиться, конечно, немножко, вот как он это делает сейчас, но, опять-таки, чуть-чуть выше, по-моему, полетело. Блин, очень странная стрельба, не знаю, может, это из-за багов патча какие-то, ну, короче, как-то супер странно, не знаю. Просто немного некомфортно это смотреть, и тут, о, господи. О, господи, сочный маус, Корбан Фаллас, никнейп. 3000 хп к нам спиной, и все, что остается делать, это разряжать барабан. Вот сейчас неправильный был выстрел, да, он стрелял под калиберами, и последние два выстрела маус начинал ромбовать, и не очень приятно было. К тому же еще сейчас ошибся, получил сзади 2000, 2000, а 430-го от рагеты. Блин, что-то прям, я вообще не понимаю, почему так дергается камера, не знаю, наверное, баги реплеи все-таки какие-то. Ну, здесь уже, здесь уже барабанчик попроще раздать, хотя нет, вот он, маус начинает снова разворачиваться. Блин, братан, как же ты стреляешь, что, почему так камера дергается, почему? Ну, это не какое-то там выцеливание уязвимых зон, мы видим, что стреляет не так уж и хорошо. То есть, если бы это был какой-то там чит-мод, то он бы выцеливал уязвимые зоны здесь. Просто, не знаю, очень резкое дергание камеры, непонятно. Короче, хватит об этом, давай смотреть дальше. Бой от мауса, к сожалению, нам не так много досталось. В принципе, можно было ему 2 целых барабана раздать, то есть больше 2500 снять. Но не совсем это получилось сделать, маус там ромбанул. В итоге, из-за вот этой такой крысы тактики, посмотрите, да, что он сделал вообще в этом бою. Он приехал на позицию какую-то тут на воде, пострелял по семере, пострелял по бабахе, которая там на острове подставлялась. Заехал в спину, раздал семере барабан, раздал маусу один раз, раздал маусу второй раз. То есть такая крысы тактика, он реально из неожиданной какой-то позиции выехал и просто барабанчик за барабанчиком туда вжаривал. 430-й ехал в нашу сторону, на месте нашего ТВП, я бы сначала побоялся и немного отъехал назад. Но 430-й свернул, и мы сейчас уже можем ехать ему в спину. Ну, важно сейчас с двух шотиков, точнее уже с одного, раздать по 277. Тут уже все, противники всех союзников убили, здесь на автоприцеле стреляет, опять-таки тоже, не знаю, возможно, зря это делал. Последний снаряд какую-то вертуху дикую дает и остается. Смотри, у нас мы убили 277, мы были один в пять. И теперь против нас 430-й, 1000 хп, он тут решает за трупом от него как-то помансить. Важно что? Важно зарядиться. Как можно дольше не давать ему стрелять по КД, зарядиться, выйти, принять и раздать целый барабан. Именно этим он сейчас и будет заниматься. 430-й очень сильно везет, что не пробивает, но мы его тоже не пробиваем. И понимаете, из-за того, что мы его не пробиваем, у нас не проходит альфа с трех. Потому что 330, 308, 320, ну в принципе у него было больше хп, чем нам на барабан. Но последний выстрел заряжается поджогом, залетается поджогом. И в такой ситуации категорически нельзя было ошибаться. Категорически нельзя было фейлить выстрел. И наш герой Зохан, ты, брат, зря торопишься. Лучше бы ты, мне кажется, на данный момент принял от него выстрел. И гарантированно бы убил. Там зашел с неожиданного ракурса, зашел бы в борт и все четыре бы пробил. Потому что так, если бы ты сейчас не дал поджог, а стрелял-то не совсем в левую часть. Стрелял наш герой Зохан 61. Не совсем в левую часть, там где баки, он стрелял ближе к центру. И спокойно могло не залететь. Но залетело с поджогом. Супер, 6700 урона, даже больше, там еще блайнд был. Как минимум один. И остаемся против арты Е4 и Суперконя. 600 хп. Не так уж и просто это затащить. Какие действия... Ну, там у них, по-моему, еще хпшки есть. Как действовать в этой ситуации не совсем тоже понятно. Потому что могут противники ехать на перерез. Вообще, в идеале... Скорее всего, противники, вот этот тот же Суперконь, что ему там делать? Он, скорее всего, едет вот здесь вот, едет по центру, уже где-то там. Здесь Е4 засвечиваем ваншотного, он у нас тоже светит. Не залетает у нас какая-то вертуха. Хотя я не понимаю, зачем он такую вертуху кидал. Е4 еще не был сведен. И можно было спокойно на него свестись убить. Перезаряжает барабан. Я бы на его месте, опять-таки, оставил бы этот снаряд. И приехал сейчас с кумулятивом, забрал Е4. Очень торопится. Очень торопится, очень ошибается. Но давай смотреть, как он дальше бой разыграет. Может быть, из-за вот этой вот спешки. Видимо, это когда играешь на ТВП. Очень быстрый барабан. И, соответственно, наш герой тоже как-то быстро реагирует, быстро стреляет. Здесь видно, да-да-да, что Е4 сейчас подставится. Отлично. Мы его забираем. И дальше он... А, он засвечивается. Все-таки засвечивается. Суперконя, насколько я помню, много хп. По сути, по нам, если даст один раз суперконь и даст артап, все. Нашего танчика не будет. Поэтому тут как-то надо разыграть, перехитрить, обмануть. Еще за артой съездить и убить ее мы не успеваем, чтобы еще вернуться нормально. Поэтому надо сначала ехать на деф. Чем Зохан и собирается заниматься. Причем собирается он это делать с неожиданного ракурса. Вот это очень правильное действие. Вот этот правильный проезд, что он именно через центр сделал, а не с той же стороны, там с ЖД и прочее. Во-первых, здесь может быть арте не так хорошо закинуть. Но главное, что суперконь, скорее всего, не будет нас ждать с этой стороны. Тем более, он еще и дальше хочет объехать. Он хочет еще дальше объехать, хотя не уверен, что это нужно было. Возможно, нужно было просто отсюда сейчас уже выехать. Потому что времени не так много. Суперконь все равно, скорее всего, смотрит в эту сторону. Навряд ли он развернут сюда. А из-за того, что мы так затянули время, он может понять то, что ТВП не с этой стороны приедет, а с этой. И уже мог развернуться к этому времени, когда мало остается. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, куда суперконь смотрит. Чего он именно ожидает. Да, видите, он уже развернулся в ту сторону. Уже смотрит. Здесь надо как можно жестче раздать. Вот это вот зря. Вот это было зря. Это называется синдром барабана, что ты вот всегда обязательно хочешь додать последний снаряд. По факту, можно было его не пытаться додать. Тогда у нас было бы больше ХП. И спокойно могли бы потом выйти, принять одну и раздать 4 из 4. А теперь ситуация такая, что мы ваншотные, что даже ГВЕ можно забрать. Он как раз ГВЕ 110 дал предыдущим выстрелам. Суперконь, скорее всего, правильно думает, что он поехал на нас, либо поехал туда. Поехал туда вперед. И то, и то может быть. Пытается здесь что-то как-то его начекать. Надо уезжать, на мой взгляд. И Зохан, в принципе, понимает то же самое. Да, да, там прожета пишет. Чего, типа, жадничал, надо было на перезарядку уходить. Я полностью с этим согласен. Во-первых, он из-за того, что... Вот я понял его еще одну главную ошибку. Из-за того, что он постоянно вот так вот выходит из снайперского, даже когда барабан раздает. Из-за вот этого дерганья он постоянно теряет то место, куда выцеливает. То есть ему не надо было выходить. И он спокойно быстрее бы раздал все эти 4 и не получил бы урон. Я не знаю, это может нервяк, может еще что-то. Но по идее он даже так стрелял там в начале боя. Здесь ГВЕ нас высвечивает 200 метров. На автопицеле куда-то кидаем 12 хп остается. Опять-таки, вот сейчас он стрелял из аркадного. Хотя можно было и снайперского. 12 хп остается. Надо как-то подлавливать коня. Супер конь может что угодно сделать. Уже есть 8500 урона. На самом деле даже больше. Если бы лайн залетел. И если мы доберем эту 1000, то это будет почти десятка. И офигенный бой. Это будет колобанов. Я... Эти вертухи. Так ты, братан, сам с автоприцелок стрелял по ГВЕ вертуху. По ГВЕ нельзя стрелять в вертухи. По ГВЕ нельзя стрелять в вертухи под калиберами тем более. Потому что это арта, которая танкует. Это арта, от которой постоянно рикошетишь. Надо было просто раз встать в снайперском в НЛД легко закинуть. Потому что из-за того, что ты мансил, ты арте хуже не делал. Он попадет или не попадет, это... От тебя никак не зависит. Вот что зависит от тебя, попадешь ты или нет. И вот эти вот мансы, вот эта вот стрельба на автоприцеле не совсем верно. Ну ладно. Хватит уже. Хватит нагнетать на бедного Зохана. Зохан тут тащит как может. Уже 8500 накидал, а я тут все... А это неправильно, то неправильно. Ну, ребят, мы с вами на таких боях, мы не просто смотрим какой-то нагиб. Правильно, да? Можно смотреть нагиб и комментировать. Вау, как круто, как классно. Но мы-то с вами немножко по-другому делаем. Мы-то с вами учимся. Мы учимся на таких видосах. Учимся играть жестче. Кстати, зря направо нельзя ехать направо. Потому что здесь просвет, по-моему, есть. Но я не уверен. Вот здесь при подъемчике он сейчас может засветиться. По-моему. Ему очень грамотную позицию выбрал. Суперконь ошибся. Законтриль суперконя. Супер. На самом деле, тот суперконик мог бы и дальше стоять на захвате. Да, там много разных выездов. Засветились? Нет. Идеально. Идеально. Вот сейчас момент можно затащить. Две минуты, кстати, остается. Там на базе куча... Кстати, вот почему ты сейчас проехал-то дальше? Ты не засветился. Суперконь смотрит куда-то туда. Можно было уже давать урон сейчас. Суперконь, он там где-то за вагончиками. За вагончиками я не обратил на это внимание. Но, по-моему, он до этого заезжал и можно было прострелить. Важно сейчас выехать на пределе отрисовки. У суперконя тоже нормально все с обзором. Но у нас по маскировке получше. И важно... Вот сейчас он немного неправильно выходит. Слишком близко, на мой взгляд. Суперконь точно с такого расстояния должен нас высвечивать. Выходим. Видим. Даем одну. Вторую. Супер. Из неожиданного угла выехал. Все правильно сделал. Но, на мой взгляд, можно было чуть подальше выехать. Хотя здесь кустики... Просто суперконь до этого же повыше стоял. И тогда бы он нас высветил. Но все равно быстро раздает ТВП. Пять снарядов, кстати, осталось. Давай смотреть результаты боя. Это у нас Колобанов. Защитник. Основной калибр танки. Снайпер. 9800 урона. Как я и говорил, Блайн все-таки зашел. 2000 еще на свете. То есть 12000 суммарки практически. Пять фрагов как раз хватило, чтобы Колобанова сделать. Ну, в принципе, играл он очень интересно. Вот реально. Он применял ТВПху не как какую-то прожету крысу, которая там стоит с дистанции, стреляет. С каких-то стандартных позиций, там, ПТшных. Нет, он зашел куда-то на центр. Там с неожиданных ракурсов постоянно заходил. Был у противника в спине. Здесь обходил. Много всего хорошего он делал в этом бою. Интересного. Действительно, играл очень нестандартно. Много было также ошибок, которые мы с вами обсудили. И на каких мы с вами будем учиться. И в целом хороший вообще бой. Интересный был. Затащил. Причем затащил там. Был 430 фуловый. Почти, да. Сколько там? 6 выстрелов мы по нему дали. Ну да, 2000 урона. Был, ну, 277 ваншотный, Е4 ваншотный, 430 и конь 2 фуловых танка. То есть он один остался против достаточно большого количества ХП. И смог это дело вытащить. Красавчик. Причем у него-то было очень мало ХП. Желаю вам побольше таких нагибных боев. Тащите, не ошибайтесь. Учитесь на этих видосах. Я буду учиться вместе с вами. Всегда можно чему-то научиться. Всегда. У любого игрока можно чему-то научиться. Увидеть какие-то ошибки. Увидеть какие-то интересные позиции и моменты. Поэтому желаю вам никогда не переставать учиться. И побольше таких боев. Ставьте лайки. Не забывайте. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Здесь каждый день выходят крутые видосики. И увидимся с вами уже завтра. В следующем видео. Как обычно. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...